На пленарном заседании общественной палаты края собрались около сотни активистов. Это учёные, спортсмены, председатели различных ассоциаций. Участие также принял председатель ЗСК Владимир Бикетов. На встрече обозначили основные задачи на 2017-й, подвели итоги работы за минувший год. Общественная палата края помогла проверить готовность школ к учебному году, рассмотрела более тысяч обращений кубанцев. Одно из важнейших задач структуры – поддержка некоммерческих организаций и общественный контроль. «Именно общественные палаты стояли у истоков разработки федерального закона 212 об основах общественного контроля. Краснодарский край одним из первых принял аналогичный закон на региональном уровне. И наши коллеги из других субъектов обращаются к нам с просьбой предоставить им в качестве примера для разработки аналогичного закона у себя в регионе». По мнению Вениамина Кондратьева, общественная палата должна стать проводником между людьми и властью региона. При этом структура может стать органом контроля деятельности чиновников. Для этого общественная палата должна заработать в каждом муниципалитете. Сегодня они есть только в Геленджике, Сочи, Новороссийске и Армавире. «Самый эффективный контроль будет, когда само общество будет контролировать все процессы, которые происходят и способствуют гармонизации этого общества. Позиция общественности должна быть в основе принятия всех управленческих решений в крае. Не можем мы, вот те, кто сидит сейчас здесь, коллеги различных уровней власти, видеть проблемы по-своему и решать их только для себя или с точки зрения своего видения. Люди, вот ради них все мы это делаем. Нужно ли людям, жителям края то, что мы предлагаем? Вот здесь барометром того, нужно, не нужно, и может быть общественная палата, самообщественность». «Есть такое предложение. Вы обсудите с членами общественной палаты, какие бы вопросы, допустим, в 2017 году хотели бы проконтролировать, посмотреть. А мы вместе с администрацией края могли бы организовать для вас, скажем там, одно, двух, трехдневный семинар, ну, насколько это потребуется, с тем, чтобы специалисты администрации законодательного собрания выступили, разъяснили законодательство по тому или иному вопросу, чтобы люди были полностью вооружены». Сегодня в состав общественной палаты края входит 30 человек. Срок их полномочий истекает в октябре этого года. В новом созыве членов общественной палаты станет больше, но при этом важно, чтобы работа и нынешнего состава, и обновленного стала системной, считает Вениамин Кондратьев. «Я бы хотел, чтобы и общественная палата, и общественники, они не просто создавались для того, чтобы создаться, а для того, чтобы в обществе происходили реальные изменения. Вот те проблемы, которые сегодня, особенно в муниципальных образованиях, в самых маленьких, средних, они сплошь и рядом. И там людям достучаться не до кого. Значит, наверное, недостаточно мы создаем на уровне общественности вот те условия, чтобы они горели под ногами у тех, кто эти проблемы для населения, для людей создает. Вот здесь надо заработать системы, созданные общественниками, чтобы вот эти вот негативные процессы, которые там вовсю гуляют. Просто искрените. «Я считаю, что сегодня у общественной палаты, может быть, нет зубов. Я очень хочу, чтобы они у вас появились. Поэтому даже такие механизмы, чтобы вы на самом деле могли быть раздражителями для любого нерадивого чиновника». По предложению губернатора края, раз в квартал общественники будут предоставлять доклад о конкретных проблемах. После выяснения всех обстоятельств каждой конкретной ситуации, виновные будут отстранены от своих должностей, заверил Вениамин Кондратьев.